всем привет есть такая рубрика вы не знаете чего я не знал в 20 лет где я делюсь тем до чего я просто не дошел я кстати очень рад что некоторые из вас пишут да я это уже все знаю в 15 я очень рад вы очень умные вот я не был таким умным и сегодняшнее видео будет посвящено тому что если ты не реализовался или ты считаешь что ты ничего не достиг не нашел себя в 30 лет проблема это или не проблема и мне поступил такой вопрос я думаю точно что все про 20 лет то мне тоже 32 я думаю что давайте-ка сделаем видос для 30-летних и я быстренько подготовился и сейчас готов вам что-то надиктовать погнали одна из важных сфер жизни это финансы я это понял в 30 лет и необходимо ставить финансовые цели почему это важно потому что ваша цель это пункт назначения если вы не знаете куда вы идете то обычно никуда и не приходите если вы хотите получить наконец результат если вы хотите понять конкретные шаги к достижению своих целей и мечт в этом году то я рекомендую вам бесплатный мастер-класс секреты постановки финансовых целей от валерия глушкова где в том числе вы поймете как расплатиться с долгами накопить на подушку безопасности и больше путешествовать ссылка на мастер-класс в описании под этим видео приходите и участвуйте первое что я вам рекомендую это чисто мой опыт я не получаю не навязываю свою модель друзья без меня вам ее навязывают через сми знаете кто я просто скажу следующее если себя не нашел не надо уходить бросать работы уходить в депрессии или еще что-то делай то что сейчас можешь делать то что доступно иди работать куда берут работать то есть делай что-то что возможно и твоя задача двигаться преодолевать себя воспитывать свой внутренний стержень укреплять свой характер то есть для мужчины это важно делать всегда не выключаться из этого процесса то есть вопрос в том что сейчас я работаю как бы халтурно а потом я найду свое потом я найду то что я люблю и буду это делать во всю силу нет это самообман это не есть личный снорост потому что так не продвинетесь по себе знаю надо научиться делать то что можете делать уже хорошо стараться в этом совершенствоваться оттачивать мастерство нравится вам это или не нравится с одной стороны конечно это важно чтобы дело нравилось а с другой стороны а у вас выбор есть так вот друзья когда нет выбора тренируйтесь на этом когда у спортсмена вот я в детстве занимался лыжами у нас не было хороших лыж у нас были какие-то вообще советские ужасные старые исцарапанные поломанные лыжи мы что должны были хороших ждать или мы должны были выигрывать соревнования только на новых лыжах нет мы должны были выигрывать соревнования на старье которое досталось нам от спортшколы потому что нет финансирования вот вот такая аналогия друзья иначе мы сказали не мы не будем в полную силу тренироваться не дайте мне нормальное оборудование но представляете если наши спортсмены так говорили нет не буду буду в полсилы не буду выигрывать соревнования у меня лыжи они мне не нравятся мне на них ездить не нравится неудобно мне по палец щемит я помню когда горными лыжами начал заниматься у меня были ботинки маленькие я вот по пальце передний вот так вот так держал понимаете мне жена не верит что это а я так терпел и катался но без вариантов было маленькие ботинки денег на другие не было вот и все то же самое по жизни то есть первое делаем максимально хорошо совершенствуемся и уже вырабатываем в себе качество делать на совесть работать круто и возможно превосходить других в этом в этом мастерстве а потом найдете свое приложится вы заберете с собой великое невероятное качество к которому стремятся люди люди всю жизнь это быть трудолюбивым и быть в своей профессии таким голодным до результатов голодным до успеха в своей профессии но эти привычки надо выработать иначе она не появится будете все время немножко халтурить недорабатывать даже в том что вам нравится знаю лично по себе не знаю может только у меня так второе быть активным действовать 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 то есть проявлять себя в этой жизни когда ко мне обращаются и спрашивают павел как вы себя нашли в жизни я им говорю видели бы вы мое резюме у меня есть три или четыре резюме и каждое резюме на целый лист а4 то есть там прямо написано чем я занимал у меня есть резюме как ведущего у меня есть резюме меня как ну предпринимателя скажем так проекты которыми я занимался коммерческими у меня есть резюме как общественный деятель что я был и в комитетах и профсоюзом руководил и в партии состоял там и такие-то митинги дел и там-то участвовал в такой-то общественной организации работу то есть вот каждое резюме понимаете кому-то повезло и он знает чего хочет я не знал но я знаю что наш мир да это такое энерго информационное такое пространство подобное притягивает подобное вот допустим вот вышли вы на гору до вокруг вас много людей работодателей и какой-то из работодателей такой посмотрел о парень вышел крепкий вижу смышленый улыбается мне такой подходит то есть вас увидели да и к вам подходит и говорят слушай такой крепкий пойдем мешки погрузишь а другой работодатель такой о красавчик такой вышел красавчик он мне подойдет для фотосессии или для массовки слушай пойдем в кино сыграешь и вот что я хочу этим сказать не то что жизнь тебе на блюдечке будет все давать а то что когда ты активен ты публичен ты ищешь и ты вот такой вот да а что попробовать что ищешь то всегда же найдется что попробовать вот я так и искал потому что если бы я вот так не выходил то мне бы жизнь ничего и не давала если бы я не искал жизнь бы мне не предлагала варианты и только когда я кучу всего перепробовал вот у меня было такое резюме это не единственный путь к тому чтобы найти себя не думайте это у меня было так тогда я понял что я так могу бегать бесконечно то есть опыт это хорошо но я понимаю что могу бегать реально бесконечно сколько можно пробовать и я понял что нужно не мотивироваться прибыльное дело неприбыльное модное но не модное оценит меня классно в нем или не классно меня в этом деле оценят я начал действовать по-другому опять же научился слушать себя чего я хочу я замедлился я остановился я начал выбирать дело по сердцу начал смотреть насколько это дело полезно насколько мне в нем хорошо комфортно развиваться вижу ли я в нем себя и только тогда я начал находить свое только тогда я начал находить себя а до этого у меня не получалось до этого была беготня и вот такое резюме я понял что это это один из способов но он не решающий он для того чтобы понять чего ты не хочешь хотя методом тыка ты можешь случайно найти действительно что-то свое третье рекомендую вам сделать одно упражнение оно вам действительно поможет очень крутое упражнение я моей мечты упражнение о том кем вы себя видите в ваших мечтах вот я моей мечты кто это какие у вас взаимоотношения с собой с внутренним миром как вы выглядите какие у вас взаимоотношения с семьей если семья с коллегами с жизнью и так далее то есть как угодно как вы себя что вы хотите чувствовать где вы это хотите чувствовать с какими людьми вы хотите быть с разных сторон вот смотрите я писал это такое сочинение написал я его на два или три листа я моей мечты и вы не представляете в голове это продумать не работает не получится вы не найдете эти ответы когда я это писал я о себе столько всего узнавал просто я случайно рукой начинал писать ответы на свои вопросы которые сам в голове не мог найти потому что как-то предложение за предложением начало что-то выкристаллизовывается и я реально начал понимать чего я хочу потому что я начал понимать кем я хочу стать что я хочу в этот мир нести что я хочу подарить людям что я хочу подарить семье родителям это так круто друзья и я рекомендую вам напишите сочинение я моей мечты от руки не печатно магия руки когда вы пишете это совершенно по-другому это магия всем рекомендую а потом вернетесь в комментариях и напишите сделали или нет и как ощущения ну наверное эти три рекомендации основных да еще раз что чтобы найти свое надо рыбачить как рыбак выйти пробовать искать смотреть надо описать себя кто вы опишите себя построить эту фигуру посмотрите со стороны скажите вау так эта фигура очень крутая когда она занимается вот этим когда вот здесь ее место в жизни ну и конечно будьте больше наедине с собой я желаю вам успеха поиска себя 30-летний не переживайте есть люди которые находят себя и в 40 и в 50 и очень много знаменитостей которые себя нашли в очень зрелом возрасте ведь главное путь в том числе и сам поиск он тоже очень крутой чего я вам и желаю ставим лайк если видео понравилось напишите в комментариях давайте еще рекомендации какие-то на эту тему и подписывайтесь на канал всем пока и до новых встреч